Родители 27-летнего таджикистанца Алиджона Ашурова обратились к правозащитникам с жалобой о применении пыток по отношению к их сыну. Они утверждают, что Алиджона незаконно задержали, пытали и содержали в нечеловеческих условиях, и все это делалось для получения признательных показаний в несовершенном преступлении. Соответствующую информацию об этом опубликовала на своем сайте «Свобода от пыток. Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности» в Таджикистане. Отец Алиджона, Нуруло Кадиров, рассказал правозащитникам. «Мой сын Алиджон вот уже пять лет периодически выезжает на заработки в Россию. В начале прошлого года он в очередной раз поехал в Петербург». Кадиров говорит, что его сына подозревают в причастности к терроризму и намерении выезда в Сирию. Якобы 28 декабря Алиджону позвонил незнакомый из Таджикистана и предложил выехать в Сирию. На следующий день в парикмахерскую в Санкт-Петербурге, где работал Алиджон, пришли сотрудники ФСБ России. Провели обыски по месту работы и жительства. После опроса объявили, что по требованию МВД Таджикистана он выдворяется с семьей из России. Ночью 30 декабря по прилету Алиджона и его семью увезли сотрудники УБОП МВД. До 3 января Алиджон содержался в здании УБОП. После его перевели в ИВС. И только 16 января он был переведен в следственный изолятор. При встрече в период нахождения в ИВС Алиджон успел сказать отцу. «Меня пытали и требовали признаться в намерении выезда в Сирию, но я ничего такого не совершал». У Алиджона кончики пальцев были в темных пятнах. Он еле двигался, рассказал отец задержанного. Напомним, что по данным ООН, с момента начала Сирийской революции, режимом Асада было убито до полумиллиона мирных жителей. Миллионы стали беженцами. ООН и другие международные организации неоднократно обвиняли сирийские власти в военных преступлениях против мирного населения, в том числе с использованием химического оружия. С 2011 года, после начала массовых убийств мирного населения, в страну на помощь единоверцам потянулись добровольцы из мусульманских стран. Вместе с тем, режим Башар Асада и поддерживающий его Иран привлекли к своим преступлениям наемников со всего мира, в том числе и из России. Субтитры создавал DimaTorzok